Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста, из беседы о святых маковеях, беседа первая. Пусть слушает матери, пусть подражает мужеству этой жены и любви ее к детям. Пусть они так воспитывают детей своих. Не родить только дело матери. Это зависит от воли. А чтобы ты убедился, что не рождение делает матерью, но хорошее воспитание их. Послушай Павла, который удостаивает венца вдову не за рождение, а за воспитание детей. Сказав 1 Тимофею 5 глава, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей. Представим же, что должна была вытерпеть эта жена, если только должна назвать ее женою, которая видела, как пальцы сына ее трепетали на горячих уголях, голова спадала, железная рука ложилась на голову другого сына и сдирала с нее кожу. И между тем страдарец еще стоял и разговаривал, как она могла раскрыть уста, как могла двигать язык, как душа ее не вылетела из тела, как? Я объясню это. Она не смотрела на землю, но готовилась только к будущему. Она боялась только одного, чтобы тиран не сделал пощады и раньше не прекратил борьбы, чтобы не расторг сонма детей ее, чтобы некоторые из них не остались неувенчанными. А что она этого боялась? Видно из того, что последнего сына она почти руками своими взяла и поставила на жаровню, употребив вместо рук словесное к нему вещание и наставление. Мы не можем без скорби слышать и о чужих бедствиях, а она без скорби смотрела на собственные. Будем же не просто слушать об этом, но каждый из слушателей пусть перенесет все эти печальные события на своих собственных детей, пусть представят любезные лица их и, представив пред собой своих возлюбленных, пусть припишет им эти страдания. Тогда он и поймет хорошо силу сказанного или лучше, и тогда не поймет вполне, потому что собственных страданий не может изобразить никакое слово, а только опыт дает о них понятие. Теперь, после увенчания семи сыновей, уместно сказать о ней следующее пророческое изречение. «Ты же, как маслина плодовитая в Доме Божием!» На Олимпийских играх, где часто сходятся тысячи бойцов, венец возлагается только на одного, а здесь из семи ротоборцев стало семь венценосцев. «Какую ниву можешь ты показать мне столь плодородную? Какое чрево столь плодовитое? Какое деторождение подобное этому? Мать сынов Зеведеевых сделалась матерью апостолов, но только для двоих. А чтобы одно чрево произвело семь мучеников, этого я не знаю. Притом она и сама себя приложила к ним, сделав прибавку не одной только мученицы, но гораздо большего числа. Из семерых сыновей стало только семь мучеников, а тело матери, предавшей и себя к ним, хотя было одно, но заменяла собой дважды семь мучеников, как потому, что она мучилась при каждом из них, так и потому, что она же и их сделала такими, родив нам целую церковь мучеников. Семерых сыновей родила она, и не одного для земли, но всех для неба, или лучше, всех их родила для Царя Небесного, в жизнь будущую. Итак, дьявол вывел ее на ротоборство, последнюю по той причине, о которой я выше сказал, то есть, чтобы наперед истощившись в силах зрелища мучений сыновей своих, она сделалась судобопобедимою, выступив последнюю против врага. Если люди, видя текущую кровь, впадают часто в изнеможение, и много нужно пособий, чтобы возвратить оставляющую их жизнь и отлетающую из тела душу, то эта жена видит такие потоки крови, истекавшие не из чуждого, но из сыновнего тела, чего не вытерпела, какого смущения не испытала в душе. Итак, дьявол, как я выше сказал, привлек ее на подвиги после детей для того, чтобы она сделалась слабее. Но произошло противное. Она вышла на подвиги еще с большей бодростью. Отчего и почему? Потому что она уже не боялась и не беспокоилась за кого-нибудь из оставшихся при ней детей, чтобы они, как-нибудь ослабев духом, не лишились венцов, но, как бы сложив всех их в безопасное хранилище на небо, препроводив их горним венцам и неизменным благом, она смело вышла на борьбу с великою радостью и сама, приложив собственное тело к сонму детей, как бы драгоценнейший камень какому-либо венцу, отошла к возлюбленному Иисусу, оставив нам величайшее утешение увещание, увещание делами своими, с твердой душою и возвышенным умом принимать все бедствия. В самом деле, какой муж, какая жена, какой старец, какой юноша может получить извинения или иметь оправдание, если страшиться угрожающих ему за Христа опасностей, после того, как жена престарелая, мать столь многих детей, подвязавшейся прежде благодати, когда еще заключены были врата смерти, грех еще не был истреблен, и смерть не была поражена, с таким усердием и мужеством претерпела такие мучения для Бога. Помышляя о всем этом, и жены, и мужи, и юноши, и старцы, начертав сердце своем, как бы на какой-нибудь доске подвиги и ротоборства этой жены, будем сохранять в душе нашей ее терпение, как постоянное наставление к презрению бедствий, дабы мы, будучи здесь подражателями добродетелей этих святых, и там могли быть общниками венцов их. Какое они показали любомудре в опасности, такое и мы покажем терпение в обуздании безумных страстей, гнева, корыстолюбия, свастолюбия, тщеславия и всего прочего подобного. Если мы преодолеем пламя этих страстей, как они огонь, то будем иметь возможность стать близ них и иметь одинаковое с ними дерзновение, которого, да сподобимся всем мы, благодатью человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.